Всем привет! Добро пожаловать в 17-й урок французского. Начнём мы наш урок со следующих фраз. Значит, если мы хотим сказать во Франции. Во Франции на французском будет en France. В Англии. Заодно выучим названия самых часто встречающихся стран. Как правило, французский язык, он должен таким быть достаточно текучим, и поэтому нету такой чёткой паузы между словами. Соответственно, en France, en Angleterre, в Италии. В Германии. В Швейцарии. Швейцария – это как раз Suisse на французском. И как это можно использовать в контексте? Мы собираемся в Испанию. Мы собираемся в Испанию. Мы собираемся в Испанию. Так. En Франце. En Франце. En Англия. En Англия. En Италии. En Italie. En Allemagne. En Allemagne. En Suisse. En Suisse. Nous allons en Испании. Nous allons en Испании. Так. И построим похожее предложение. То есть мы собираемся в Испанию. Это мы уже с вами видели. Мы собираемся быть в Испании. Nous allons être en Испании. Nous allons être en Испании. Nous allons être en Испании. И теперь рассмотрим другие примеры. Если страна мужского рода, то у нас вот это en меняется на o. То есть, допустим, Калифорния. Это у нас штат. И во французском языке la Californie. Соответственно, мы говорим en Californie. В то же время, если мы хотим сказать в Японии, мы говорим au Japon. Au Japon. Au Japon. В Португалии. В Португалии. Au Portugal. В Бразилии. Бразилия тоже страна мужского рода. Au Brésil. Au Brésil. В Канаде. Канада тоже у нас мужского рода. Au Canada. Au Canada. То есть мы не говорим en Canada. Мы говорим au Canada. Так, прочитаем еще раз. Так, смотрим дальше. Значит, также этот предлог используется, когда мы говорим, что... Что-то мы говорим на каком-то из языков. Например, на французском языке. По-французски мы говорим en français. En français. Как это сказать на французском? Или как мы это говорим на французском? Comment dit-on en français? Comment dit-on en français? Так, мы говорим... Мы... На французском будет on dit. On dit. Это как раз мы говорим. Так, как это пишется? Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Как это пишется? Или как это пишется? Писать. Это как раз écrire. Écrire. Это у нас писать. Какая цена? Какая цена на французском будет quel prix? Quel prix? Это значит какая цена. Но слово prix, le prix, это мы увидим в следующем слайде. Слово цена, это у нас слово мужского рода во французском языке. Соответственно, мы говорим, le prix. Соответственно, quel prix? Это у нас какая цена. Так. Он французский. Он французский. Comment dit-on он французский? Comment dit-on он французский? Он dit. Он dit. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Écrire. Écrire. Quel prix? Quel prix? Так, смотрим на следующий слайд. Значит, какова цена? Или каковой является цена? Quel est le prix? Quel est le prix? Какова цена? Хотите ли вы записать это? Voulez-vous l'écrire? Voulez-vous l'écrire? То есть, вот это слово «это» мы прицепляем к нашему глаголу в самом начале. Voulez-vous l'écrire? Voulez-vous l'écrire? Или хотите ли вы записать цену? Voulez-vous écrire le prix? Voulez-vous écrire le prix? Ну или можете ли вы записать цену? Voulez-vous écrire le prix? Так, значит, на английском или по-английски у нас будет en anglais, en anglais. По-испански. En espanol. En espanol. В то же время этот, получается, предлог у нас «on» может иметь другое значение. То есть, во время того, как я шел. То есть, или на ходу. En passant. En passant. En passant. Или во время ожидания. В то время, как я сидел и чего-то ожидал, допустим. En attendant. En attendant. En attendant. То есть, во время ожидания. И посмотрим. Еще раз на все это. Quel est le prix? Quel est le prix? Voulez-vous l'écrire? Voulez-vous l'écrire? Voulez-vous écrire le prix? Voulez-vous écrire le prix? En anglais. En anglais. En espagnol. En espagnol. En passant. En passant. En attendant. En attendant.